Радист эсминца Мэддокс Наконец раздался щелчок и сердитый сонный голос спросил «Что случилось, Над?» «Вам сверхсрочная шифрограмма, сэр», — доложил радист «Приказано вручить немедленно» «Какого черта? Читай по телефону» «Не могу, сэр» «После прочтения ее надо немедленно уничтожить в вашем присутствии» «Вон как! Кажется, Над мы еще не получали таких посланий» «Так точно, сэр! Это впервые» «Поднимись ко мне, Над!» Бумага оказалась грозной «В ней повелевалось» «Утром 2 августа войдите в территориальные воды Северного Вьетнама в зоне Танкинского залива» «Приблизившись максимально к побережью, проведите визуальную разведку» «Попытки патрульных судов противника помешать вам выполнить задачу» «Пресеките огнем артиллерии» «Об исполнении доложить» «Распоряжение исходило от командующего 7-м Тихоокеанским флотом адмирала Шарпа» «Офицеры, приглашенные командиром эсминца на совет, ничего определенного посоветовать не смогли» «Все ограничивались довольно общими рассуждениями» «Да мы уже давно ходим вблизи территориальных вод Вьетнама» «Без помех перехватываем неадресованные нам радиограммы» «Подслушиваем чужие переговоры» «Но это совсем не то, что открытое вторжение в чужие территориальные воды» «Не так-то просто пресекать огнем своей артиллерии сопротивление патрульных судов противника» «Медокс ведь тоже обладает массой, в которую не так уж трудно влепить снаряд» «Командир слушал ближайших своих помощников, не вступая ни с кем из них в спор» «Молчаливо соглашался с ними и в то же время терзался сомнениями» «Как быть? Готовить корабль к выполнению рискованного приказа, не беспокоясь о последствиях?» «Или все-таки запросить штаб флота об уточнении текста полученной шифровки» «Командир знал, что иногда и от малой щепотки пороха, брошенной на тлеющий уголек, вспыхивает всепожирающее пламя» «Он помнил, что выстрел в Сараеве вызвал Первую мировую войну» «Потому, в конце концов, и пришел к решению запросить все же штаб, точен ли текст полученной шифровки» «Ответ пришел быстро» «Командиру эсминца Меддокс, действуйте в соответствии с ранее полученным указанием» «Напоминаем, необходимо приблизиться на минимальное расстояние к побережью в зоне Танкинского залива и провести визуальную разведку побережья» «Ваше действие будет страховать авианосец Тикон-де-Рога» В ночь на 2 августа 1964 года в бортовом журнале Меддокса появилась запись «Распоряжением штаба флота эсминец направляется в район, прилегающий к территориальным водам Северного Вьетнама» Командир еще не решался писать открыто о вторжении в эти воды Курс к берегам Вьетнама Меддокс взял из района юго-восточнее китайского острова Хайнань В пределах видимости за ним следовал авианосец Тикон-де-Рога Пересекая границу территориальных вод, капитан эсминца донес по команде, что впереди не обнаружено никаких вооруженных судов И вскоре радист принес ему новую шифровку, предельно категоричную При встрече с судами противника «Открывайте огонь!» Патрульные суда Вьетнамского флота были обнаружены наблюдателями Меддокса с трехмильного расстояния от побережья Эсминец сразу открыл по ним огонь из бортовых орудий Они, построившись в боевой порядок, пошли на сближение Одновременно передавая по радио и сигнальными флажками уведомления, что американские корабли находятся в территориальных водах Вьетнама Предлагая им исправить возможную ошибку в ориентации В ответ с Меддокса снова раздались залпы Стало очевидным, что американцы сознательно нарушают суверенитет Вьетнама Вьетнамские моряки тоже открыли огонь И хотя их пушки не могли причинить серьезного ущерба бронированным громадам Меддокс и Тикон-де-Рога отступили в открытое море Командир группы вьетнамских патрульных судов донес об инциденте своему командованию И попросил указаний на случай повторного вторжения американцев Ему было приказано продолжать бдительно нести службу, не выходя за пределы территориальных вод Срочно собралось Политбюро Это чистая провокация Вашингтона, заявил на заседании Политбюро министр обороны генерал Зиаб Выслушав мнение членов Политбюро, выступил президент республики Хо Шеймин Да, товарищи, сказал он Видимо, мы стоим накануне серьезных испытаний Давно уже наша страна вызывает в Вашингтоне раздражение и злобу Потому что мешает американским капиталистам чувствовать себя безраздельными хозяевами в Азии Они много лет ищут повод, чтобы покончить с нами Сначала хотели разделаться с ДРВ руками французов После Дьен Бьян Фу начали свою особую войну в Южном Вьетнаме Проиграли ее И проигрыш этот связывают с нашим присутствием Что ж, правильно Мы один народ Одна страна Двенадцати часами позже В овальном кабинете президента США Джонсона Тоже состоялось совещание Джонсон встретился с министром обороны Макнамарой И государственным секретарем Дином Раском Хозяин Белого дома говорил с пафосом С искусственно нагнетаемым возмущением Как вы уже знаете, господа Из сообщения командования 7-го флота Вчера утром вьетнамские военные суда Напали на американский эсминец Мэддокс И авианосец Тикон-де-Рога Я отдал приказ авиации кораблям 7-го флота Начать массированную бомбардировку С северо-вьетнамской территории Мы не можем терпеть оскорбления Нанесенного нашей стране и нашему престижу Мы будем бомбардировать вьетнамскую территорию Вьетнамские военные объекты До тех пор, пока агрессор не попросит пощады Америка шла к президентским выборам И Джонсон хотел показать тем, кто делает президентов Что он сильная личность За месяц до выборов, которые по традиции Должны были состояться в первый понедельник После 1 ноября 1964 года В Южном Вьетнаме подверглась обработке Отравляющими веществами Предполагаемая партизанская база Испытывались новые препараты концерна Doe Chemical На военно-воздушную базу Таншонят Перебазировались крупные авиационные соединения С базы Кларкфилд на Филиппинах К берегам Вьетнама направились Американские авианосцы Valley Forge и Constellation В сопровождении соединений эсминцев Американский военный бюджет Увеличился на 10 миллиардов долларов Не думая о последствиях Америка вступила в войну Подготовка к которой получила особый размах Как только Линдон Джонсон Торопливо приняв присягу После убийства Джона Кеннеди Вошел в Белый дом В качестве 36-го президента Соединенных Штатов Совещание в Гонолулу На котором Линдон Джонсон Впервые встретился с американскими генералами Адмиралами в качестве главнокомандующего Убедило нового президента в том Что так называемая особая война Против сил национального освобождения Вьетнама Бесперспективна Возвратившись из Гонолулу Президент стал готовиться к неофициальной встрече С самыми влиятельными людьми Америки По совету министра обороны Макнамары На эту встречу были приглашены даже те Кто находился в оппозиции к администрации Джонсона И вот настал день встречи С которой Джонсон связывал очень большие надежды Мы собрались сегодня для того Чтобы поговорить и подумать Об одной сложной проблеме Волнующей сейчас весь американский народ Начал президент Когда все заняли наконец свои места вокруг стола Я имею в виду нашу политику во Вьетнаме Недавнее совещание ответственных военных и гражданских лиц в Гонолулу Показало, что эффективность прежних мер резко снизилась Неофициальный характер нашей сегодняшней доверительной встречи Не мешает ей быть очень важной Здесь, как видите, собрались люди Отвечающие за нашу военную мощь Президент повернул голову вправо в сторону министра обороны А также выдающиеся политики От которых во многом зависит настроение Общественного мнения Америки Столь же красноречивый жест рукой в сторону сенатора Брайтсона Я рассчитываю на то, что каждый из вас Мудро подойдет к оценке создавшейся ситуации И поможет администрации в поисках наиболее оптимального решения Мы все несем ответственность за нашу страну Пусть неравную, но возложенную на каждого из нас Нашим народом и велением Бога Есть люди, которые полагают, что мы должны уйти из Вьетнама И таким образом бросить своих друзей на произвол судьбы Я считаю это опасным заблуждением Таким решением мы нанесли бы величайший ущерб моральным принципам, на которых держится наша страна Президент сделал многозначительную паузу Окинул взглядом участников встречи Среди них он заметил полковника Юджина Смита Которому не так давно вручал медаль за мужество С удовлетворением отметил про себя Отличные офицеры вершат наши дела во Вьетнаме Таким, как Смит, можно доверять всецело Полковник Смит, почувствовав на себе взгляд президента Испытал некоторое смущение Поскольку все еще не мог объяснить себе, почему его пригласили сюда Приглашение, а точнее сказать распоряжение быть на этой встрече избранных Он получил непосредственно от руководителя военной разведки Смит, конечно, сознавал Такая честь оказана ему по заслугам Полтора года он выполнял наисекретнейшую и опаснейшую миссию Оплатить ее провал можно было только ценой собственной жизни Господа, послушаем министра обороны, сказал Джонсон Он ознакомит вас с первоначальным вариантом нашего плана Изложит перед вами суть нашей политики во Вьетнаме Макнамара заговорил медленно с расстановкой Америка оказалась в тупике Это звучит, может быть, резко, но это так Мы сейчас на грани капитуляции То есть на грани национального позора Требуются самые крайние меры Или престижу Америки и ее интересам будет нанесен непоправимый ущерб Обстановка в Южном Вьетнаме Вынуждает нас к пересмотру прежних обязательств В отношении этой страны, раздираемой гражданской войной В ходе которой наши друзья теряют одну позицию за другой Министру молк на некоторое время, давая возможность участникам встречи осмыслить услышанное Потом продолжал Мы оказали большую помощь Вьетнаму К началу нынешнего года там было свыше 700 наших самолетов Два десятка военных кораблей Сотни автомобилей-амфибий Тысячи бронемашин и танков Наши инженерные части построили на территории Южного Вьетнама Немалое число аэродромов Одновременно шла реализация плана Стейли Тейлора Создавала широкая сеть стратегических деревень Я напомню вам слова покойного президента Кеннеди Макнамара, не глядя, вынул из папки листок бумаги Вот эти слова Они были произнесены после того, как миновали 18 месяцев Отведенных планом Стейли Тейлора на умиротворение Южного Вьетнама Мы встречали огромные трудности в партизанской войне в Южном Вьетнаме Мы втянулись в тоннель, из которого еще не видно выхода Однако впереди нас ждало худшее 2 января 1963 года началось крупное сражение при Аббаке Это всего в 40 милях от Сайгона В ходе 14-часового непрерывного боя Мы, особенно наши союзники, понесли серьезные потери И в технике, и в людях Мы усилили карательные акции с применением массированных технических и химических средств Но этого оказалось мало В феврале нынешнего года партизаны атаковали нашу важнейшую военно-воздушную базу Таншонят в нескольких милях от Сайгона А в самом Сайгоне напали на кинотеатр В результате взрыва погибло 130 наших парней Макнамара остановился, уловив нетерпеливый жест президента Настал момент, подал реплику Джонсон Когда сама история требует, чтобы мы действовали решительнее Защищая моральные ценности, которым всегда предана Америка Извини, Боб, что прервал тебя Продолжай, пожалуйста И так, откликнулся на эту реплику Макнамара Президент предельно четко охарактеризовал обстановку На переломных этапах истории не может быть половинчатых решений Исходя из этого, мы уже начали подготовку к наращиванию нашего военного присутствия во Вьетнаме Министерство обороны и комитет начальников штабов Считают, что если наш экспедиционный корпус Будет доведен до нескольких сот тысяч человек Соответствующим военному времени количеством и качеством оружия Если вдобавок к этому Мы еще привлечем несколько дивизий наших союзников И создадим несколько стратегических по своему значению военных баз С мощными гарнизонами, способными прикрывать всю зону боевых действий То разгром противника будет достигнут быстро Но ведь это может повлечь за собой мировую войну? Тревожно прозвучал голос сенатора Брайсона Линдон Джонсон поднялся Его лицо покрылось красными пятнами Вчера вечером, когда я познакомил с этим планом свою дочь В самом общем виде, разумеется Она задала точно такой же вопрос И знаете, что я ей ответил? Джонсон колючим взглядом обвел своих собеседников Я сказал Дочка, возможно, твой отец войдет в историю Как человек, развязавший Третью мировую войну Возможно, меня будут осуждать Но победа, которую мы завоюем Реабилитирует меня, как политического деятеля Не остановившегося на пороге самого трудного выбора Так я сказал своей дочери Так же говорю и вам, господа Надеюсь, что вы правильно оцените и проблемы, стоящие перед страной И выводы, сделанные мною Выйдя из президентского кабинета Юджин Смит продолжал оставаться в недоумении Он понимал, что президент стоит перед трудным выбором Его новый курс может сыграть роль Бекфордова шнура Способного вызвать взрыв большой войны Смит был не против более решительных действий во Вьетнаме Раз уж Америка воли судьбы оказалась втянутой в эту войну Ведь западный мир смотрит на Америку, как на плод в борьбе с коммунизмом Нужно, очень нужно победить коммунистов во Вьетнаме Поставить там у власти надежных, умных ребят Присматривать, конечно, за ними И пусть они управляют этой страной, как им подсказывает совесть и традиции Но, с другой стороны, его не могла не тревожить перспектива новой мировой войны При нынешнем оружии мировая война уже не минует территорию самой Америки Будучи лейтенантом, Юджин сопровождал одну американскую делегацию В Советский Союз, Польшу и Западную Германию Там он увидел, какие разрушения оставила последняя война И у него возникла тогда крамольная мысль Которую Юджин не высказывал даже близким друзьям Нашла бы Америка в себе силы для сопротивления Если бы ее города подверглись бомбовым ударам Превратились в развалины А еще он узнал в той поездке Насколько скуден был в военное время рацион русского солдата И в особенности мирного населения Такого рациона американец и представить себе не может Защитники Ленинграда получали, оказывается, всего 4-5 унций хлеба, похожего на глину Кусочек того хлеба, увиденный в музее Вызвал у Юджина воспоминания о другой войне Незадолго до поездки в Европу Он вместе с группой офицеров побывал на боевой практике в Корее Не очень понимая, почему Америка должна помогать одним корейцам Убивать других своих соотечественников Но раз президент послал туда американские войска Значит, так и надо Это не вызывало сомнения Два месяца Юджин провел в составе стрелковой дивизии Ее солдатам платили щедро, кормили их хорошо А они требовали все большего Юджин был свидетелем, когда рота отказалась идти в атаку Потому что на обед не подвезли апельсинового сока и мороженого Значившихся в меню Завтра все подвезут И мороженое, и сок Увещевал солдат их командир Тогда и атака подождет до завтра Решила рота Позже, уже в звании майора Юджин Смит был приглашен на службу Главное управление военной разведки Многие молодые офицеры горячо мечтали о такой службе Обрадовался этому приглашению и Юджин Ему тоже была не чужда романтика борьбы со шпионажем Обезвреживание врага внутри или собственной страны Или за ее рубежами Почти на три долгих года Юджин уподобился студенту Надо было изучить французский и вьетнамский языки Законы тайной войны Учился он прилежно И по окончании академии его опять послали в Корею Затем в Таиланд Где строились тогда американские военно-воздушные базы И, наконец, во Вьетнам Сайгон он знал вроде бы не хуже Вашингтона Закрытыми глазами мог воспроизвести на чистом листе бумаги Сеть его улиц не только в центре города, но и на окраинах Вернувшись из президентского кабинета в свой рабочий Юджин занялся просмотром собственной картотеки по Вьетнаму Пытаясь найти с ее помощью вполне определенную точку зрения На сегодняшнюю ситуацию в этой стране Только какой в том прок? Его, конечно же, никто не спросит Что он думает об услышанном сегодня в Белом доме? Но тогда зачем приглашали туда? Перебирая картотеку, он почти механически фиксировал внимание на знакомых фамилиях Давно известных ему географических и этнографических сведениях А в голове тем временем, как на киноленте, протягиваемой в обратном направлении Чередовались разрозненные факты и обрывки разговоров Каких ему довелось участвовать в течение последних нескольких дней И вдруг все остановилось, как поток машин на улице перед красным фонарем светофора Мысли его сосредоточились на сравнительно недавнем вызове к шефу Разговор носил скорее ознакомительный, чем практический характер Шеф любил время от времени вызывать подчиненных для таких бесед Не имея в виду ничего конкретного Только приглашение на совещание к самому президенту Заставляло задуматься над той беседой с шефом Проливало на нее некоторый свет Видимо, полковнику Смиту опять отводилась какая-то особая роль в большой игре Офицеры Пентагона, воевавшие в Европе и Корее, понимали, конечно, что американским солдатам Направляемым в Индокитай придется действовать в условиях посложнее корейских и тем более европейских Но планируя войну во Вьетнаме, они исходили из того, что после Корейской войны Намного повысилась техническая оснащенность всех родов американских войск Появилась возможность поражать противника, почти не рискуя при этом собственной жизнью Красочные и впечатляющие плакаты обещали добровольцам высокие заработки Массу развлечений в свободное от боев время И ни слова об опасностях Зачем пугать раньше времени? Воспитанные на такой рекламе, молодые американцы и слушать не хотели тех, кто уже побывал на вьетнамской земле И предупреждал, что на войне не только ты стреляешь, но стреляют и в тебя Не только ты загоняешь противника в самые гиблые места Но случается, и он загоняет тебя туда же Будущие солдаты возлагали слишком большие надежды на обещанные им пуленепробиваемые жилеты Непромокаемое обмундирование, ботинки с металлической прокладкой, спасающие от укуса змей А еще больше они надеялись на всесокрушающую силу напалмовых бомб, огнеметов, ракет, скорострельных пушек Да что солдаты! Заблуждались на этот счет и многие из пентагоновских генералов Не так уж мало американских войск перебывало его в Вьетнаме на протяжении почти десяти лет Но их горький опыт, их потери не принимались во внимание Предполагалось, что более крупные соединения поведут войну на другом уровне Противник слишком слаб, чтобы оказать им серьезное сопротивление Нельзя утверждать, что силы национального освобождения Южного Вьетнама были в полной готовности к отпору В годы так называемой особой войны им довелось иметь дело лишь с вкраплениями американцев в Сайгонские войска Исключение составляли только зеленые береты, действовавшие почти всегда самостоятельно Грядущие боевые встречи с американским экспедиционным корпусом, конечно, внушали тревогу Но паники не было К середине 1964 года Вашингтон поставил на шахматную доску сначала четверть миллиона фигур Потом удвоил их численность Дальше многое зависело от комбинации ходов А в этом отношении возможности американских игроков оказались ограниченными Принимаясь за новую партию, они вынуждены были затыкать старые дыры Посылать свои войска прежде всего на те участки, где развалившаяся сайгонская армия Сдавала одну позицию за другой, теряя территорию и поддержку населения Не оправдало первоначальных надежд и дорогостоящее строительство узловых баз С крупными гарнизонами и мощным техническим оснащением Базы оказались в постоянной осаде Противник окружал их со всех сторон Неожиданно появлялся у стен этих крепостей Наносил разной силой удары, а затем быстро исчезал Будто растворялся в складках местности или густых лесах Командование экспедиционного корпуса, располагая техникой колоссальной убойной силы Не могло применить ее с достаточной пользой Из пушек по воробьям не стреляют Малочисленные отряды Вьетконга выманивали американцев за стены их крепостей И навязывали свои условия боя Специальный посланец Вашингтона, полковник Джонатан Торрес Принявший участие в наступательных боях двух американских батальонов в дельте Меконга Написал в докладной на имя генерала Тейлора У нас есть достаточно причин, чтобы задуматься, почему наша война во Вьетнаме В кадрах кинохроники выглядит устрашающе победоносной, а на деле все по-другому Я видел то, чем раньше восхищался Самолеты и тяжелые вертолеты всеми видами своих огневых средств Обрабатывали позиции противника, которого мы должны были затем окружить и уничтожить Я даже подумал, что пехотинцам не потребуется большого труда завершить дело, начатое авиацией Потому что все впереди казалось сожженным И каково же было мое удивление, когда наше наступление сразу захлебнулось Противник остановил наши роты, положил их в крайне неудобном месте И повел по ним очень точный огонь, не дававший поднять головы от влажной земли А на третий день командир дивизии отменил наступление И мы вернулись на свою базу, потеряв 37 человек убитыми и в два раза больше ранеными Этого в кинотеатре не покажешь Пройдет пять лет, и полковник Торрес, к этому времени сам ставший генералом Выступая в одной из подкомиссий Конгресса США, выскажется с гораздо большей определенностью В стране, где против нас были не только люди, но и солнце, тропические дожди, непроходимые болота и джунгли Мы не могли победить Это самый главный урок, который я вынес из Вьетнамской войны Будучи ее свидетелем и наблюдателем все последующие годы Главнокомандующий войсками сил национального освобождения Отодвинув в сторону бумаги, над которыми сидел все это раннее утро Поднялся и вышел на веранду, окруженную густой зеленью Солнце только-только поднялось над землей И его лучи обдали теплом лицо, напоили воздух запахами пробуждающегося дня Чуть слышно приоткрылась дверь Генерал увидел председателя фронта освобождения Стройного, подтянутого человека с тонкими чертами лица С седым ежиком на голове, с мягкими манерами Не помешал? — вежливо спросил председатель Сам уже собирался идти к тебе, — ответил генерал, пожимая протянутую руку У тебя какая-то новость? Что-нибудь радующее? Не столько радующее, сколько занимательное Американцы приступают к осуществлению программы революционного развития Какого развития? — переспросил генерал, полагая, что ослышался Революционного Ни больше, ни меньше В соответствии с этой программой Открыта первая школа подготовки кадров для умиротворения деревень Кого набирают туда? Как всегда Всякий сброд Правда, на этот раз есть одна особенность Предпочтение отдается попавшим в плен партизанам и перебежчикам Они же лучше знают обстановку в освобожденных районах и методы нашей работы Вот бы нам воспользоваться этим и заслать в школу несколько перебежчиков Хорошая мысль, — согласился генерал Надо поговорить с Фан Ланем Оставим это до его прихода Есть еще новость Прослеживается стремление американской разведки завести дружбу с людьми, которых они называют левыми Что, по-твоему, за этим кроется? Желание проникнуть в наши ряды Разрешите войти? — послышался голос веранды Входи, товарищ Лань, входи, — пригласил генерал Человек в офицерской форме, но без знаков различия перешагнул порог комнаты Я принес вам, товарищ командующий, очередную разведсводку Давай ее сюда, — сказал генерал А сам садись и комментируй свою сводку Обстановка складывается так, — сказал Фан Лань в заключение Что следует ожидать наступления противника в нескольких направлениях Я не думаю, что оно будет крупным К этому противник пока не готов Но на отдельных участках не исключено массированное применение всех видов воздушной и наземной техники Наибольшую угрозу для нас в настоящий момент представляет, мне кажется, военная база Лайкхе Неспроста зачастили туда американские военные советники самого высокого ранга Генерал вышел из-за стола, приблизился к карте Ну что ж, товарищ Лань Нам придется признать, что противник действует логично Очевидно, его разведка тоже поработала неплохо Узнала, что именно здесь, совсем недалеко от базы Лайкхе, располагается наш штаб Не так ли? Но отступать нам нельзя Никак нельзя, товарищ командующий, — горячо отозвался Фан Лань Верно, — согласился генерал Но американцы тоже не пожалеют усилий Ведь это первая их боевая акция без маскировки Вряд ли они захотят остаться ни с чем Им позарез нужен выигрыш После него можно будет сказать сайгонским союзникам Вот как надо воевать Видите, мол, какого успеха добились мы уже в первой самостоятельной схватке с Вьетконгом А ваши полки и батальоны из каждого боя возвращаются, как потрепанные курицы Генерал ненадолго умолк, но затем опять вернулся к той же своей мысли Если же американцы получат от нас достойный отпор Есть основания надеяться на еще больший разлад между ними и их сайгонскими союзниками Поэтому, товарищ Лань, надо как можно лучше все разведать, все взвесить Особенно необходимы нам сейчас самые точные сведения относительно технических средств противника Я постараюсь, товарищ Главком, ответил Фомлань Хотя уже сейчас точно известно, что в Лекхе сосредоточено 40 танков Шерман 40 Шерманов — это сила А у нас пока ни одного Правда, есть надежда, что в недалеком будущем нам поступит с севера десятка два Т-34 Вот тогда можно прямо на Сайгон двигаться, — воскликнул Фомлань С Сайгоном придется подождать, — охладил его пыл генерал Нам бы пока вот здесь устоять В случае провала наступления американцы начнут затыкать дыры сайгонскими частями Да еще постараются на них же свалить вину за неудачу А в сайгонских войсках и без того уже идет ропот, — добавил Фомлань Солдаты прямо говорят Если эта война американская, то пусть и воюют сами американцы Такие настроения особенно сильны в 25-й дивизии Генерал кивнул и сказал негромко, будто размышляя вслух Сайгонского солдата понять можно Он же не слепец Видит, что творят американцы на вьетнамской земле На себе самом чувствует В свое время ему сказали Хочешь вырваться из стратегической деревни — иди воюй Но как бы хорошо он не воевал, все его родственники И ближние, и дальние по-прежнему остаются за колючей проволокой Вот почему нам так необходимо сочетать боевые действия с психологической войной Постоянно и непрерывно вести борьбу за умы и сердца наших соотечественников Втянутых в борьбу против нас На психологическую войну ориентируются сейчас и американцы, товарищ генерал Сказал Фом Лань В южный Вьетнам прибыла большая группа специалистов этого дела Об одном из них я уже докладывал вашему заместителю Это полковник Юджин Смит, прикомандированный к базе Фусань Доложи нам, что это за фигура Распорядился главком Достаточно полными данными о нем и его делах я пока не располагаю Но вот что известно Недалеко от базы Фусань есть так называемая пагода мудрого дьема Говорю так называемой, потому что раньше она называлась пагодой пурпурных облаков Переименовали ее жители окрестных деревень Среди которых нынешний настоятель пагоды прославился своими знаниями, умом, добротой Вот к нему-то и стараются подобрать ключик этот самый полковник Смит Часто навещает мудрого дьема Ведет с ним долгие беседы о буддизме, о вере Думаю, что нам следовало бы сблизиться с мудрым дьемом А через него и с этим полковником Каким образом думаешь действовать? В одной из наших частей служит племянник дьема Дьем души в нем не чает Парнишка хорошо освоил каноны буддизма, философию древних И дьем будто бы мечтал сделать его своим преемником Но тому наскучило сидеть в пагоде И он подался в Хюе, в политехническую школу После успешного окончания этой школы Его намеревали спаслать во Францию для продолжения образования А он вдруг исчез бесследно Лишь по прошествии некоторого времени С помощью верного человека Племянник уведомил мудрого дьема Что ушел в народно-освободительную армию Дьем сначала рассердился А потом, обдумав все, простил своего любимца Недаром же старик зовется мудрым Смотрите, сами не попадите в ловушку Предостерег генерал Не должны попасть, товарищ главком Только есть у меня Одна личная просьба Генерал вопросительно поднял брови Ну что ж Как говорится, вода вскипела и чай заварен Готов выслушать твою просьбу Вы знаете, что представляет собой база Фусань Если твои разведданные верны То кое-что о ней знаю И думаю, что нам пока этот орешек не по зубам Хотя в будущем разгрызать его, конечно, придется Совершенно верно, товарищ главком И вот поэтому-то я прошу вас Откомандировать меня в район этой базы Ведь я из тех мест Мне там многое знакомо Постараюсь проникнуть на саму базу Не могут же американцы обойтись без вьетнамской прислуги Помощников, переводчиков Есть довод Против твоего предложения Сказал генерал Не так много у нас офицеров с академическим образованием Чтобы без крайней необходимости рисковать ими Но по тону, каким было сказано это Фамлайн почувствовал, что главнокомандующий Вроде бы склоняется на его сторону В ход был пущен последний козырь Я ведь знаю английский язык Для работы на американской базе это тоже немаловажно Председатель фронта теребил ежик своих седых волос Задумчиво глядел мимо Фамлане Словно хотел увидеть будущее этого 30-летнего парня С первой встречи, ставшего ему очень близким Подумалось Будь у меня такой сын Я без колебаний доверил бы ему выполнение задания О котором просит Фамлань А генерал сказал так Хорошо, майор К этому вопросу мы вернемся попозже Надо еще получить разрешение из Ханое Одно могу обещать Мы с товарищем председателем поддержим твою кандидатуру Спасибо Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие Взволнованно произнес Фамлань Подожди, благодарить Улыбнулся генерал Зачем торопишься? До завершения операции Которую собираются навязать нам американцы Не может быть и речи О каких бы то ни было перемещениях Руководящих работников штаба Продолжение следует... Продолжение следует...